привет народ всем доброго времени суток еду в компании x river принимать лодку для михаила из москвы у него руки 355 обратился ко мне помогал с заказом хотел еще конечно покатать под мотором от пятерочка но получилось с мотором поэтому приму в цеху завтра он приезжает с москвы сам вот потому что очень волнуется что в транспортной компании могут лодку повредить поэтому совмещает приятное с полезным так я на производстве еще раз лодка для михаила человек уже возрасте приедет сам за них размер 355 белом цвете серая фурнитура по просьбе клиенту установили сюда якорный рим баджер я кстати до этого года на своей лодке никогда его не устанавливал но в этом году ему нашлось шикарное применение тем совершенно не пользуюсь по его прямому назначению но когда я укрываю на стоянке лодку тентом веревку наматываю вокруг него шикарно держится вот далее установили две очень удобных ручек для того чтобы можно было лодку перекатывать по суше по моей рекомендации мы продлили здесь лев на обвязку вот на это не смотрите это сейчас ребята когда сдаем лодку они уберут значит я всем рекомендую делать именно так потому что когда у вас есть веревочный рундук вы вещи можете положить сюда а когда вы наваливаете сверху чтобы они у вас нет болтались по кокпиту вы можете все сюда пристегнуть карабинчиками увязать это очень удобно и кстати когда вы находитесь например на водоеме и на берегу можно за ручки подтаскивают лодка можно подтаскивать ее вот за это бедно это очень-очень удобно и всем советую ребята два пинока стоит три копейки кусочек веревки лены 3 копейки а удобство на миллион о палубе это как у нас лодка рокки то это дно высокого давления это лодка надувной рифт и мы сделали сюда нескользящее покрытие вот одну конечно нет не столько не нескользящая сколько больше все-таки для защиты водки когда водка используется без коврика я тоже на свои водки уже в этом году испытал я сначала ходил с ковриком потом я его вынул я негодовал что вообще-то по свой отстой в итоге когда я водку на был его снова засунул теперь мне все нравится скоро выйдет у меня на канале новый ролик и в этом все увидите мои новые впечатления о коврике его баллоны клиент попросил установить клапана для сброса из выточного давления вот так они выглядят красного цвета как они называют еще раз александр в а330 если не ошибаюсь там в заказе указанного 330 вот такой клапан она париком давлении он срабатывает выпуска текст милибан 330 вот так как мы в 285 он срабатывает на 330 вот ну в штатном исполнении лодка идет естественно двумя ручками фирменными в сервере липучки для держать для фиксации снастей далее установили два полукольца это ремень для того чтобы фиксировать бензобак опять же в таком размере да и вообще в любом размере по большому счету бак можно возить как в корме так и в носу опять же благодаря нашему носовому рундуку или желеерной обвязки то есть его можно так положить а можно просто пристегнуть веревкой и он будет там прекрасно есть обратил внимание сегодня сам покажите пожалуйста что стали по-другому выглядеть сливные это как сливной клапан да правильно называется немножко по-другому более удобная кстати вот стала вот это вот ручечка я не знаю насколько ты герметично наверное герметично а снаружи стоит мембрана я если честно эту мембрану всегда выдергиваю потому что когда в лодку набирается вода без нее она быстрее выходит из этой мембраны вот но зато с такой мембраной при остановке на воде когда вода сзади накатывает на корму вода вот не будет затекать у меня затекает далее установили сюда трансовые колеса от компании колесец правильно правильно михаил просил вот можно показать на крупным планом просил чтобы было промежуточная у них у всех у наших теперь уже есть промежуточное не крепление это способ фиксации скажем так получается три да то есть вниз это у нас колеса находится в походном режиме когда-то перекатываясь по шуши можно перекинуть вверх сюда а можно откинуть сюда для чего это было сделано для того чтобы при повороте мотора за рот мотор собственно не успею колпаком не бился об колесо что у меня собственно 5 происходит внешней стороны но тоже по моей рекомендации все всем советую обязательно закатывать но тканью полыхает а дополнительный защитный слой очень хорошо поможет и защитить ваше дно до 7 при этом веса совсем не прибавит но совсем немножко вот поэтому всем советую защитили дно защитили баллоны вот эти можно обратить внимание как очень хорошо все прикатано идеальные швы хочу кстати напомнить когда история вода кроки только началась помните сколько было вони и споров соцсетях по поводу так называемой вот этой грыжи ну и где она говорили мне того фигню сделали да она взорвется при первом прикосновении да бла 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 от этих шикарная наклейка которая делает практически ровное дно ребят эти дно во сколько их уже сделано лодок и даже не знаю сколько сотен у него больше тысячи ни одного не зафиксировано случая чтобы дно взорвалось так что говорите глупости я во всем мне очень нравится вот никелевая часть предлагали показать ее так вот и отсюда за мной так она она посмотрите какой просто офигенный классный киль получается и он обратите внимание он такой нисходящий сайте этот киль перешел сюда а у нас здесь все по нулям я думаю что клиент будет доволен ребят значит когда вы покупаете лодку вам обязательно должны выдать инструкцию по эксплуатации здесь указаны все характеристики модель это у нас является гарантийным талоном правильно карати на обязательство читайте внимательно если что-то не так компании x river всегда качественно выполняет гарантийный пост гарантийный ремонт обращайте внимание на рабочее давление вот тут показано как из чего сделано дно комплектация дальше обязательно вас должен быть договор купли-продажи но и сертификат соответствия лодки за сертифицированы ребят ну вот смотрите в киосол очень хорошо влазят лодки вот лодка 355 лодка весла банки насос дутики кресла сумка в нос колеса тут еще полно места